друзья добрый день сегодня мы с вами разбираем песню пальма дед майорка будем смотреть двумя вариантами значит я вам показываю мелодию и два способа сопровождения левой рукой для начинающих сейчас я вам сыграю вступление куплет и припев первым способом чтобы вы ознакомились посмотрели насколько для вас это сложно просто и уже понимали стоит ли смотреть это видео или не стоит и второй вариант более сложный но более такой более изысканный и более красивый но мне кажется что в принципе даже начинающий сможет сыграть этими способами которыми я вам покажу поэтому в любом случае послушайте посмотрите значит что еще я хочу сказать о том что мне эта песня слушаться более в таком знаете мелодично романтичном стиле то есть она не такая тынц 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 она более такая душевная какая-то ну она какая-то проникающая в душу поэтому я ее так буду играть как я ее интерпретирую вот если вам нравится такая подача такое исполнение супер отлично присоединяйтесь учитесь смотрите если не нравится ищите более такие так сказать заводные ритмы но просто еще такой момент о том что более заводные ритмы они будут принадлежать уже более сложным вариантом звучания поэтому если вы начинаете или вы уже на среднем уровне можете попробовать то что я вам предлагаю и так играю вам вступлением куплет-припев первым вариантом и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был первый вариант. На самом деле я припев сыграла в октаву, то есть у меня первый и пятый пальчик дублировали мелодию. Вы можете так попробовать играть, можете так и не играть, если у вас не хватает растяжки. То есть тут тоже такой вариант на ваше усмотрение. Итак, играю второй вариант. Так, с какого мы начинали? А, соль. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот такой вот вариант. Значит, с чего мы начнем? Вы послушали первую, послушали второй вариант, первый вариант, второй вариант. И теперь переходим к аккордам. Значит так, у нас здесь есть несколько основных аккордов. Значит, это ре минор, ми мажор, дальше соль минор и ля мажор. А, еще и си бемоль мажор. Вот, вот эти аккорды. Значит, давайте попробуем разобрать вступление. Значит так, вступление я сделаю тайм-коды. Если вам, вы можете не начинать со вступления, можете сразу же переходить к припеву-куплету, а потом уже, когда вы учите куплет-припев, вернуться к вступлению и уже посмотреть вступление, потому что оно довольно-таки сложное по мелодии. Но мы, я как начинаю, я так начинаю с самого начала до конца. Итак, аккорды в вступлении. Ре минор, ми мажор, ля мажор, ре минор. Си бемоль мажор, ми мажор. Соль минор, ля мажор и ре минор. Итак, могу сказать о том, что, вы смотрите, я играю, допустим, ре, ми и потом ля. Я могу ля сыграть здесь, могу сыграть здесь. То есть мы аккорды можем играть в абсолютно любой плоскости. То здесь, 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 вообще здесь. Как вам угодно в левой руке. Это зависит от, первое, вашего звукового ощущения. То есть, если, допустим, здесь мне комфортно, здесь комфортно, а здесь как будто бы тебе молотком по голове ударили. Ну, не нравится мне. Значит, я не буду в этой октаве играть. И второе, о том, чтобы ваши руки не пересекались, к примеру. Ну, это будет не совсем логично, да, если я ре минор вот здесь сыграю. Вот, ну, слишком, да. То есть, смотрите, чтобы руки не пересекались. Так, вступая, вступление. А, да, как мы будем играть? То есть, вот смотрите, у нас есть аккорды, но мы их разобьем. Мы будем играть сначала бас, и потом две остальных лодки. То есть, ро-па-па-па-па-па-па. И мы можем вот эти вот перекаты делать сколько нам угодно. Сколько нам нужно времени занять. Если есть пустота, то мы отлично. То, то, ля мажор, ре, седьмой. Пробуем. Вот у нас такое вступление. Вот этот пассаж я сыграла специально медленно, чтобы вы посмотрели нотки. Но потом вы можете его играть быстрее. То есть... Вот такие нотки. Можете сыграть пальцами, как я играла пальцами. Можете свои поставить, какие будет удобно. И мы посмотрели вступление. Ну что, пробуем куплет. Начнем с чего? С мелодии давайте. И смотрим в левую руку. Соль минор. И почти повторяется. Тут другой аккорд. Си бемоль мажор. И я мажор. Что, пробуем соединить двумя руками. Тут, видите, мы можем аккорд ре играть здесь. Или здесь. Ничего страшного. Если две руки, я делаю одну нотку. Вы просто правой рукой да, да и уступаете место левой руке. Просто мне нравится, когда здесь звучит этот ре минор, чем вот здесь. Здесь он какой-то слишком грустный. Поэтому я уж лучше уступлю одну ноту, чем буду уступать звучание, которое мне некомфортно. Дальше. И так, куплет. О, какая красивая песня. Не, я просто аж улетаю от блаженства на седьмое небо. Пробую припев. Смотрите, припев вы можете играть одним в унисон. Можете играть октавы. Можете сначала выучить фунисон, потом добавить октавку. Если у вас растягивается рука и вам комфортно это играть. Смотрим аккорды в припеве. Значит так, соль минор. Так, что у нас? А, ре минор. Соль минор. Ля мажор. Вот до повторяется два раза. А так все повторяются как бы по одному разу. Дальше почти повторение. Вот такие у нас прекрасные аккорды. Пробуем правую руку. Посмотреть. Начинаем с отки фа. Странная такая особенность. Не могу без левой руки играть правую. Ох, вот что значит заучила. Две руки вместе. Разъединить очень сложно. Соединяем двумя руками. Припев. Можно последнюю срочку. Повторить, знаете, как завершение. Вот такие у нас аккорды. Собственно, все такие знакомые. Затем на паузу. Учите. Смотрите. Потом, когда вы можете поработать, сначала просто левую руку проиграть несколько раз. Потом добавлять правую. А потом уже добавлять педаль. Итак, пробуем второй способ. Как мы будем играть вторым способом? Значит, что у нас такого интересного? Вот у нас был аккорд. Мы от него забираем бас. То есть мы играли там, там, вот такие перекаты. А теперь берем бас в октаву и играем аккорд. Можете взять вот куплет и отдельно поиграть. Чтобы ваша рука вот как-то более автоматично двигалась, более естественно это все происходило. Ну что, попробую соединить двумя руками. Смотрите. Я правую руку перенесла на октаву вверх. Вы, в принципе, и в первом способе тоже можете перенести правую руку на октаву вверх. И будет такое. Тоже. То есть тут нет никакой разницы. Просто во втором способе, так как уже добавляется, так сказать, мясо, мне хочется правую руку выдвинуть вверх для того, чтобы сбалансировать. И не было слишком грустно и слишком нагроможденно. Поэтому я правую перенесла вверх. Субтитры создавал DimaTorzok И припев. Ого! Перескочила рука. Ну, в принципе, нормально. Это не слишком критично. Хотя можно было бы сделать... Вот такой интересный способ. Еще. Если для вас второй способ будет, как бы, ну, не то чтобы простой, но хочется чего-нибудь еще интересненького, то можно еще добавить такого. Еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я уже тут начинаю импровизировать, добавлять больше арпеджио. Но, собственно, эту песню можно по-разному интерпретировать. И, кстати, если вам еще интересны способы, у меня есть на канале видео, где я говорю о 14 способах. Вот прям как раз, два, три, четыре. И которые можно прям отработать вместе с этим видео. Поэтому можете найти его и пересмотреть. Вот, ну, если вы хотите играть любые песни по аккордам, по нотам, можете записываться ко мне на уроки, онлайн уроки фортепиано. И начинать учиться и начинать двигаться к своему результату. Поэтому так, оставляю ссылочку на телеграм с бесплатными нотами и ссылочку на мой сайт. Поэтому, кстати, буду вас рада видеть в моем инстаграм. Ну, все, до встречи. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрала какую-нибудь еще песню, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что часто у меня заканчиваются идеи, и я высажусь, и хочется что-то интересное записать. А что? Просто вылетает все из головы. Поэтому буду рада вашим советам. До встречи с вами в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok